Царю небесный Удешителю души истины И живет в детстве И вся исполняя Сокровища благих И жизни подателю Иди в силе сямны И очистены от всяких скверных И спаси блажей души наши Господи Боже наш Мы пристали перед Твоим лицом И просим во имя Иисуса Христа Отец Небесный Благослови нас И это собрание Мысли наши направь к Горнему Очисти о мой И помоги нам в радости встретить Пасху Христову Тебе слава за все Отец, Сын и Святой Двух Аминь Пусть люди стоят с той стороны Радостно видеть, что лапки все почти заняты Но места еще есть свободные Все-таки кого-то нет среди нас Нина Свечникова Кого нету? Нина Свечникова Болеет? Я уже третий На какой причине, а? Проблемы Третий уже дай Третий Служба Больные у нее Оторваться нельзя от дома Она болеет? Больные у нее Не, ну молиться-то как Санитария Она не сама болеет Да, у нее там действие Надеждах она Ну да, что мы Да Подождите, давайте сначала О Пасхе поговорим Потом мы на всем местах Уже Что сейчас там Успеем? О Пасхе Пожалуйста, брат Брат, давай О Пасхе сначала Вопрос Успокойся Нет, нет Давайте договоримся Во сколько мы соберемся Мы обычно Собирались часов в десять Наверное, да? В семьдесяти Всегда собирались Да Почитаем Деяния апостолов И дальше Служба Независимо от того Как там будет погода То разъедется Не разъедется Но все равно Все же потеряем Ко не уедут Я с большой долей Вероятность Семь человек Уедут Семь человеку На класс Какая будет погода Неизвестно Так что договорились В десять часов Все Пожалуйста Двадцать 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 Все Двадцать двадцать Я не путаю Вперевел Молстый Молстый Так что Нервного звука Выше нервного Дай на трапезу Принести Кто что может Кроме Это все Меня в писемном виде Подаяния слышал Какая нужда Была в это время Разговаривать Полный отчет Дай Хотя бы за одно Действие маленькое Сколько раз Уже говорил Приготавливайте Чтобы вести собрание У нас приходит Так Пришли Батюшка там проведет А я здесь Что-то скажу Но хотя На службе Стоят молчать Нельзя ничего Но вот тут Я слышу Уже начинаются реплики Слава Богу Есть люди Которые лучше меня слышат И то Что провожу собрание Я вынужден Это делать Собрание Я знаю Что следует За пустотой А на пустоту И не будет места Вот сейчас послужили В храмах И побежали домой Там ничего нету Нет Вне богослужебных Собеседований Написано Нравственность Ушла на дно моря 1908 год Журнал Паломник Знаете У меня есть Много наработок Она разрозненная И уже Есть побуждение То чтобы я собрал Вместе Никому они не принадлежат Лично мне Например Как люди покидают Других Вот уходят из общины Я нашел Всего три этапа Первый Это ропот Ропот Внутри себя Он недоволен Чем-то Как говорится Бухтит сидит Дальше начинает Нашептывать Другому Это все Ропот идет Но он знает Его рано или поздно Бог обличит Он начинает Пропускать Прятаться И не сознается В несознанку Играет В молчании То есть Затаится А третий этап Он уже убегает И дальше Ну может от себя Что-то отбросит Нет Все Другого нет Точно так Это и в лагере И в деревне Потеряки Я стал наблюдать Это везде Те которые Недовольны Были действиями Правительства Другое Потом они стали Делать противозаконные Стали прятаться А дальше Бежать за границу Это везде одинаково Есть такие дети У меня В лагере Который Сделал что-то Неладное Он сам подходит Наедине Или при всех Я сделал неправильно Один мальчишка Подошел Говорит Я забатерился Я ему Нахожу все равно Но накажу так Щадяще На моих глазах Он возрос Далее Я ему предлагаю Сразу Наказание На два варианта Один вариант Я тебе накажу Рот крапивой Будешь Жевать А второе Без обеда Они боятся крапивы Я тогда беру крапиву А то при нем Пучок И стою перед всем строем В рот себе толкаю Жую Они с оспеху падают Стоят А ты боялся Я положил крапиву Там где наказывает Проведи губами Сам проведи Я его не трогаю Ты проведи А ты дрожался А смотри Я ее ем Такой же язык И теперь плюнул Еще раз взял Еще жую Но тут они Ничего не боятся Покажи ему Нельзя всю жизнь Прожить И две руки Держать сзади Есть руки Которые протягиваются Для приветствия Руки Не сжатые При отдаче И сжатые При отдаче Что-то Надо взять Тут все время Растопыренное пахло Веером пальца А как что-то отдать У него И рука Пересохла И он Не может из кармана Вытащить Там замерзла рука А другие Двумя руками Сзади Су себя держат Чтоб не наказали Все время Руки сзади Чтоб его не узнали А по тебе Ужин крапива плачет Вопрос Кто роптал Недовольный Что я провожу собрание Смело только Встаньте Чтоб я за руку Не вытаскивал Кто реплики Гавал Неодобрительное У меня наказание Для всех Одинаковое Для таковых Я уступаю место И ухожу У меня все Необычно Вот человек С чем-то не согласен А вот я думаю Надо так поехать туда Все Ты старшим По этому делу Теперь собираю Мобилизую Средства Я сошел Мне это не надо Не надо За рубежные Какие-то мне мысли У нас своих хватит Конкретно Кто был недоволен Что я провожу собрание Ничего-то особенного нет Наказание одно Вылазь оттуда Я бы сел на твое место Но я совсем Ничего не буду слышать Вот Меня что удержать А сегодня уже думал Сяду туда Покажу мою обиду Как я Раскуфарился Сижу И не по мне Но думаю Ну уже время Просто у меня нету А ведь есть такие Сидеть рядом здесь Вот это вторая ступень Уже у тебя Затаился А этого делать не надо Вторая ступень За ней третий В следующий раз Садись вот сюда рядом Чтобы тебе легче было Убегать из общины Я просто облегчаю вам Этот путь Ропот уже есть Затаился уже есть У тебя только третья ступенька Я всегда это обращаю к себе Когда людям что-то советую То мысленно Вы молчите А я за него говорю А что ты так не делал Делал Каясь Делал в школе Но у нас был Шурка Это Шурка Александр Верба Намного рослее у меня был Я боязливый был И поэтому уроки всегда учил А он был бесстрашный Он ручнишкой весной Утки прилетели Пошел Пока стрелял Пришел Урок-то не выучил Он только Урок начался А самая строгая учительница Была по геометрии Екатерина Неконоровна Он поднимает руку Екатерина Неконоровна Я уже к ней выучил А почему Да я на охот уходил Там видел Утки на другое озеро Перелетели Я за ним Они еще дальше Я еще А потом думаешь Семнялась Дай-ка я все-таки В темноте убью А вернулся Когда спать захотел А утром рано идти Проспал Садись в верба Кол Кол от Единица Я в это время У меня вся внутренность сжималась Я знаю Не знаю Я что-то лепетать буду На тройку Все равно напормочу А кот кол Но вслед за этим Он подряд Три пятерки получает Он отличник И он меня научил Он не знал Что я его ученик Я не такой как он Я трусливый Я сам себя Сижу и давлю Пережигаю Ох Как охота мне На шурпу Вербу похожим быть Вы знаете Это рассказ Есть у Хаджи Мурата Когда он рассказывает О том Как убивали царских сыновей Ну княжеских то А он в это время Выпрыгнул в окно И убежал А другой Под стать воронцовой Говорит А я думал Ты никогда не боялся Да Это было последний раз Больше я никогда не боялся И когда вели его в плен Он с цепями бросился в пропасть Летел Падал Переломал все кости Но его нашел пастух Уже никогда после этого Я не боялся Я после этого понял С чего я страшусь Я должен немедленно это делать Немедленно Сегодня же И вот мне много вопросов задают Мне легко отвечать Это мой пройденный путь Я свидетельствую на улице В храме нельзя И в это время Одна бабушка Влюбилась в меня И она покупает квартиру Где я живу А ее продают квартиру Чтобы купить меня там Чтобы слышать Слово Божие все время А другая услышала Ее свидетельство во мне Любыми путями Перемануть меня к себе И получилось так 26 лет А бабушке 75 или 76 лет Он буквально умирал от ревности Если я захожу в вокзал А вокзал небольшой И он меня увидел А на улице Пурля Он прям вылетает Если в церковь он обернулся А я рядом Он всех себе давит Что они падают люди Он так по серьезному ревновал Его звать Ефим А она Ефимия Его и дети уговаривали Отец Ты с ума сошел Или что Ты посмотри Сколько девушек в храме Чего бы он на твою бабку Смотрел-то Она маленькая такая Ну совсем маленькая И он на полном серьезе И когда меня другая перекупила Бабушка Там я у нее жаловнение Счастье подряд Муж на зарезанные операции Сыну 18 лет Поднимает башню Срывает где-то Не закрепили Она пошла Ударилась его Убила Коли нету Она у Литты Захарова У Литты Григорьевны И вот Второй сын лезет в петлю Спасает Дочь Сын женится На снохе На одной женщине Лихая женщина Она с ней не ладит Все выезжают Дом только что построили Пустой И в доме начинаются Звуки Ясно слышимые Кто-то ходит ночью По чердаку Стучит по стенам Даже слова Ну знаете Домовой Говорят где-то И со мной живет Моя сестра Дуся Она три года Моложе меня И она все слышит И она уже боится В этом доме Оставаться Я рассказываю Для боязливых Которые сейчас сидят здесь И уезжают все И я остаюсь один В этом доме На эти пять комнат Я сижу Занимаюсь в это время Конспектирую Яна Златоуста С работы только приду А работать Реконструкция города За пределами города Там четыре километра Может быть Пять Едут на машинах Я всегда иду пешком Специально на валенке Вторая штанина Пробиваю прямую дорогу И по ней тогда иду через лес И вовремя вернусь домой И в это время Я когда занимаюсь Знаете как холод Меня обдает Я как Не слышу Но как бы голос говорит Я сделаю так Что ты с ума сойдешь Ты бросишься в окно Не туши свет Я потушу свет Я сразу становлюсь на колени Молюсь до тех пор Пока жар не обдаст Все везде Вот буквально все Зажимается волосы Держу Кажется Каждая волосинка Вот так торчит От страха В огороде Дальше сарай Сарай и уголь Туда свет включился Свет теперь я никогда не включаю Я иду только в ощупь Я ни разу Нигде не позволил Сатане смеяться надо мной Крестное знамение Захожу туда И И меня однажды Там встретил ангел Я его не видел Но он был Я сейчас расскажу Я вынужден вам сказать Потому что я могу Скоро от вас уйти Как бороться со страхом Я ложусь спать Он мне Не туши свет Голоса нет Я внутренне Сейчас Только заснешь Я такой страх наведу Ты сразу с ума сойдешь И скажу всем Что сошел с ума от веры Я перекрестился Лег спать Примерно 45-46 секунд Я сплю Он ничего не может сделать И это продолжалось Ну может быть Там недели две И по сегодняшний день Отошло Полная победа А как ангел явился Я так думаю Что ангел Когда я возвращаюсь С работы Там реконструкция Города Искитим была А сарай в стороне И фурга метет И все замело И надо двери маленько откопать Чтобы зайти в сарай В сарай ключ лежит Ну я подхожу Снегом занесенный Ничего нет А у меня есть нечего Я думаю У меня мода была такая Вот я получил получки В этот день я все раздавал Находил нищих Это бог так делал Я оставлял там Три рубля Представь на три рубля Я пытался выкрутиться месяц На три рубля Конечно это маловато было Даже по тем временам Это бог так делал Как же у меня хлеба сегодня нет Я маленько не рассчитал Хлеба нет Да и выпить нещем Ладно обойдусь А работа Бетон На второй этаж Возить тачками Работа будет здоров Хлеба беру с собой А там в изовушники Туда В валенках А там в сапогах Валенки я поставил Они что делают Раздобыли мой этот хлеб Убили мыша И между двумя половинками хлеба Положили мыша Мертвого туда Ясно хлеб я этот не возьму А в валенках Забивают мне кирпич кирпичом Мне надо обуваться Я не могу кирпич оттуда Его не вытащить Ничего нельзя Понимаете Какие искушения Я подхожу Открываю сарай И гляжу Стоит Кружка Кружка примерно Литровая Большая Желтого цвета И сверху Кажется Два ломтя Большие ломти Хлеба лежат Я подошел Как махик Когда тут Заметено Туда никто не может зайти С утра заметено Там ни следа Ничего нету Гляжу Кружка теплая Щит не горячая На Новорозе На мороз Не это не может быть Кто бы пришел Я один Никому не знакомый Там Я потихоньку Взял Занес Кажется вкуснее Я ничего не ел Какой этот хлеб Какой этот компот За закрытыми дверями Зимой Один раз так было Я скажу Что Господь знает Поэтому Кто роптал Возвращаюсь В следующий раз Просьба Сесть сюда Ведите собрание Ведь собрание Это не просто Людей собрать Подержать Им надо Дать пищу И пищу Не на один день А долгосрочную программу Зарядить О всех нужных Я вот сижу И даже во время службы Еще записываю Появляется где Что я где слышал Видел Необходимость Сроки поджимают Все здесь Так Добровольцы Кто будет вести Следующее собрание Я отказываюсь Ну Чего сидите-то Так Где на левуха Слева Ну-ка давай сюда Ты левую А то подавала-то Двое возле Ты наверное Здесь это сидит Идем Не вижу Вон он сидит Вон он где Ты давай Мысль Которую я Уже много раз говорю Ты еще раз озвучил Чтобы вели Собрание Другие Ну скажу К собранию Надо готовиться Это определенно По тем вопросам Которые я ставлю Вы знаете Так Кто не вышел Сам себе придумай Наказание За то что ты роптал И говорил слова Которые Вносят диссонанс С рядом сидящим Это как гнилая картошка Ее вовремя не вытащи А туда на другую Мокнет это место И получается просто гнилой угол Этого делать не надо Мы здесь все На добровольном начале Мы никого не держим Никого не вербуем Не тянем Не затягиваем У нас такие правила Как говорят Легче в отряд космонавтов попасть Если ты уже сюда пришел То Цель одна Достижь царства небесного А уже правильно Неправильно мы делаем Ну это поднимай руку Выступай и говори У нас события какие есть Сегодня я говорю А события такие Чтобы вы знали Мы молимся Господи Владыка Живата Моего Поднимите руку Кто знает Когда последний раз Считается эта молитва И дома и в храме Никто не знает Священники только знают В среду утром Заканчивается Господи Владыка Живата Моего Все до следующего года Дальше Я всегда говорю Наступает пост Ну немножко сбросьте С себя лишний вес Подходят к батюшке Вот Ну Вчера смотрел И приходят Одна что вдоль что поперек Вот как кубушка какая идет Низкая рост Но еще В среду В бедрах шире говорят Два раза чем в уме Уже некогда вам будет принимать Поймите что Узкий путь царства небесного Понимаете это буквально Скидывайте лишнее Это болячки Это ваши болячки Я сильно раздражаю людей Когда говорят о болячках А я в ответ А почему я не болею Я вообще не болею В первую очередь Я то что болит Я не считаю за болезнь Считаю совершенно нормально По моим грехам Это Супер льготно живу еще А другое Ну просто не ходи к врачам Не ходи В три раза меньше болеет тот Кто не ходит к врачам Статистика выведена Соль, сахар исключили Чтобы на столе никогда не были Не пересаливай Ну и как правило Не переедай А работай Не злись Не злись никогда Не гневайся Не ревнуй Не завидуй Не-не-не-не И ты увидишь Жизнь пойдет по другому Значит Мы говорим о здравии Тела как бы На самом деле это душа В здоровом теле Дай бог чтобы Дух был хороший Здоровый Значит Господи владыка живота моего Вы можете эти дни Хоть день и ночь молиться Дальше заканчивается Дальше идет уже Прямо выходим на страстные дни Я посмотрел Где-то 10 лет Я не был в Потеряевке на Пасху Самые сильнейшие Впечатления моей жизни Какие были Одно из них Это Потеряевская Пасха Ну просто я не знаю С чем сравнить И думаю что очень трудно 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 сравнить Почему Ну в первую очередь Это у нас не монашеская обитель Дальше Ни одного человека Чужого нет Все могут причаститься Полная тишина И расходятся И дужат Ночью все вместе собираются У батюшки трапезы Ну понимаете Все это вместе В совокупности А бывает еще ветра нет И уже прилетевшие птички Крестный ход И птички Ночные птицы рядом поют Вот зерков у батюшки рядом Вообще Вот настолько это В душу закладывается Кто хотел бы поехать в этом году Я еду туда У меня два места в машине будет А остальные с кем-то договоритесь О Какую-то машину Николай Кто шаперат Скажите Мы там Едем туда Просят заказ Волобуев Там будут Ну просто мы соберемся На доброе дело А воскресенье уже оттуда Я еду туда Рано утром Рано Эту машину Благовестническую Нам надо перегнать туда Николай Курчина должен гнать С ним Он занимает два места Видимо Нюра едет Я так понял Ну дальше я И еще остается два места Володя у меня еще со мной Володя Ты со мной едешь Вот так Ну значит там место наверное одно На неделю звоните Несколько раз спрашивайте Из шоферов Кто мог бы поехать Так Один еще Два Нет подожди У тебя еще машины нету Так Еще кто из шоферов Мог бы поехать И прихватить братьев и сестерку Да На столе могут уже тогда На субботу В пятницу ввещаном ехать надо Чтоб в субботу там быть И быть на службе С собой всегда берите Всегда Две простыни на волочку Там стирать негде и некому А ночевать есть где И с собой хотя бы кирпича Два хлеба Остальное все батюшкино А им стряпать негде Раньше Никитина там стряпали Покупали Ну это понятно Чтобы мы были не в тягость У меня там просто не там лежат Я пришел на свою кровать Лег У меня там сухари Четыре мешка вверху Я не заботился Богатому не надо заботиться Значит о Пасхе Мне на неделю звоните Кто еще надумает Бывает люди посторонние И просятся Через меня Дальше полный контроль над ними Одеть по форме Все очень легкое Табакуров не приглашать А он скажет А я не буду ходить Потому что в городе оставил Тогда может быть будет можно Так Мы об этом разговаривали Сирены на море хороши А помещения не нужны Дальше Кто знает Попадает в мае день деревни На какое число Четырнадцатая Кто знает По-моему тринадцатая Тринадцатая говорили Ну-ка посмотри Батюшка сказал Батюшка говорил Дальше Отдали уже здесь священникам Просился Епископ Максим Тринадцатого Тринадцатого Значит тринадцатого мая Будет день деревни И очень вероятно Будет епископ Максим Он будет не один И ограничивать в количестве Мы не можем Сколько машин придет Сколько чего Но думали что это Очень важно И может быть первый Последний раз Он сильно просился Ему батюшка в письменном виде За этим столом Подал приглашение священникам Ну если это так Мы будем говорить Я буду просить уже его Чтобы он пригласил священников Которые вызывали на нас милицию Это Коробейникова Ребриха Коробейникова Отеца Роман Ребриха Отец Олег Ну и Павловский Александр Отец Александр Чтобы он их пригласил Они хотят беседовать сейчас Так Давайте все забудем Страницу перелистнем И начнем с нового листа Это говорят люди мира сего безбожьего У Бога так не делается Вчера же никуда не делается Написано согрешить против тебя Брат не написал страницу перелистов Но написано выговори ему Вот мы должны друг другу выговорить Покаяние не будет брать двух-трех А если нет Все общей не объявляем А нет С этажа вниз И все Разговор окончен Путь Вместе уже не прошел Определенная четко Библия показает А у меня есть что сказать Как они меня гнали В детском лагере В университете Вот здесь вызывают Милицию Я все должен предложить Для счета Кажется по всем бикселям А дальше будет нет покаяния А я им скажу Вам выполнить по-другому Никогда не удастся Вы захватывали в хевронии Игнали в зарубежную церковь Вы не можете Почему? Вы сергианцы Неообновленцы Они никуда не делятся Они все внутри Попутно хочу сказать Такого давления Прессинга В интернете Нигде не было Против московской патриархии Как сейчас Очень важные люди Выступают Теперь они все это Пытаются разобрать Почему случилось Ну один такой Видно что Набил руку на этом И он начинает говорить Представим себе Что стали бы смотреть Какие часы На руке у Берлазера Как у патриарха А патриарх сидит Часы Ну Недорогие Там 300 тысяч евро Допустим Он говорит Подарок у меня такой И он сидит А столы то блестящие На нашем А часы Крупно отобразились Когда этот Поднялся Зато те которые Там все это За ним смотрят Они взяли Заретушировали Часы А отображение Часов Поставилось И сразу пишут Святейший патриарх Часы отдал Нищим А отображение От часов Поставил себе Там столько На смешек Все ему Табачное дело Что патриарх Не Кирилл А курил Его имение 4 миллиарда долларов Все Абсолютно Дома которые построены Дачи Где там вырубили лес Не судим Все почетно И прямо Программа Должна сделать то-то Дальше попросить прощения Если хочешь Остаться вроде Человеком Перед Богом Все что за ними Ищется Это все Выставлю на сегодня А я только думаю Не заменяли Они меня давили Гнобили Везде Рано или поздно Я знал Где-то что-то начнется А нас Ну нигде они Ничего не могут захватить Ну хватай Меня хватали Угрожали Из дома не выйдешь Заплюют Запинают Ничего нигде нет А что пинать-то меня Я и так спотыкаюсь И плевать не надо Я все время заплеванный А им это тяжко Выступают ближайшие Его помощники Как Смирнов Отец Демитриев И прямо говорит Что это может Последнее гонение И может быть необратимое Это разрушение государства Они себя связывают С государством И далее говорят Вот почему Берллада не трогает Или мусульман Потому что у них Мощная поддержка Во всем мире Там нарисовали Карикатуру У Дани В датское посольство Разгромили Сожгут все Типографии Они не говорят Давайте мы это будем делать У нас никто Этого делать не умеет А я стал об этом деле Молиться Я бестолковый У меня не хватает Соображения Это я сказал Господи Я не пойму А как лучше И у меня сразу мысль Лучше как у нас Когда нет обличающего глаза А если глаза А тебя обличают А кто-то наступает А перестань Не трогай Он хороший Это все Это старобрящество Это КПСС Это пропащее болото А нам Бог дает шанс Не дает Помощи Нет Я понимаю Или к Богу приближаюсь Который за патриархом Заступается Они не понимают Что мы находимся В выгодном положении У нас нет мощной руки Волосатой Ни на западе Нигде Поэтому я все надеюсь Только на Бога Мы не мусульмане Нам не на кого надеяться Мы не умеем Ни резать голову Ни поджигать И хорошо что не умеем И хорошо что у нас нет помощи Ниоткуда Поэтому все упование Возложив на кого-то И щит мой И скала моя На него я уповаю Вот вывод то какой надо делать Я теперь знаю Это единственный правильный вывод И Бог его